всем привет вы на канале политический новостник приятного просмотра макрон думает о войне с турцией решиться ли на такое франция перед началом поддержите нас лайком и подпиской на канал будем очень благодарны ну а мы к теме выпуска франция как и раньше желает самоутвердиться в восточном средиземноморье и на ближнем востоке прежде всего на линии сирии ливан но эти позиции уже заняты турцией который многие стремятся указать на ее место париж серьезно взялся за анкарю министр иностранных дел франции жан эфле дриан заявил мы считаем необходимым чтобы в европейском союзе как можно скорее состоялась дискуссия о перспективах отношений с турцией по его словам необходимо провести предметный диалог без каких-либо табу без наивности обсуждения перспектив будущих отношений с анкарей и чтобы ес твердо защищал свои собственные интересы потому что у него есть для этого способы формальным поводом для заявления является недавний инцидент с фрегатами турции и франции у побережья ливии которую как говорит ли адриан превращают в сирию последнее время французов в турецкой политики раздражает практически все закулисный альянс анкары с вашингтоном на сирийском направлении шантаж европы беженцами попытки использовать ресурсы западного альянса исключительно в собственных интересах отношения с джихадистами и использование их в ливии отказ от демократических ценностей попытки продолжить бурильные работы на северо-востоке кипра наконец закупка российского зенитного ракетного комплекса с 400 складывается уверенность что по мере дальнейшего развития событий будет еще немало острых сюжетов и моментов демонстрирующих растущие проблемы между двумя странами учитывая что монархическая франция и османская империя республиканские франция и турция имеют многовековую насыщенную историю на разных этапах стороны формировали разные представления стран друг о друге и соответственно относились друг другу в турции и во франции до сих пор помнят политическую моду друг на друга святотатственный альянс лилии с полумесяцем союз 1528 года между королем франциском первым и султаном сулейманом великолепным концу 19 века элита турецкого общества разговаривала на французском языке более двух столетий турция выбирала европу в качестве модели цивилизации она многое сделала для ее воплощение а вступление в ес представлялась кульминацией этого процесса правда французам не все нравилось что происходило в турции они осторожно относились к идее основателя современной турции мустафы кемаля сделать страну частью европы но в целом по геополитическим соображениям учитывая роль и значение положения турции на ближнем востоке в условиях холодной войны ее вступление в 1952 году в нато частично поддерживали курс анкары на интеграцию в западную европу ситуация стала меняться после прихода к власти в турции в 2001 году возглавляемой реджепом таипом эрдоганом партии справедливости и развития прс до 2004 года париж не выступал против принятия турции мягкого ислама но когда анкара начала активно дрейфовать в эту сторону французская политика стала приобретать определенную скачкообразность николя саркази открыто заговорил радикальных культурных различиях между европой и турцией которая по его словам не является европейским государством анкаре предложили выстраивание отношений с ес лишь на уровне привилегированного партнерства поскольку население исламской турции к 2025 году может достигнуть 85 миллионов что радикально изменит облик европы этой позиции придерживается и нынешний президент франции эммануэль макрон правда пока на уровне политической риторики сводя больше все к личности эрдогана нежели к структурными проблемами тем не менее заявил заместитель директора фонда стратегических исследований брюно тертри в интервью французскому изданию challenges париж получив четкую поддержку восьми европейских стран обозначает утерю эффективности нато где правят бал трамп и эрдоган и считает что призывы к разработке будущего направления альянса являются бесполезной затеей в этой связи бывший глава вт о паскале лами говорит что задача брюсселя сейчас в том чтобы не выступать в роли катализатора развития чувства европейской принадлежности у таких политиков как эрдоган по его словам именно париж должен сформировать и довести до конца политику суверенитета на европейском уровне с опорой на как минимум два столпа способную побороться с долларом валюту и проявление трансевропейской бюджетной солидарности и формирование европейской армии и еще париж пытается заложить основы новой архитектуры европейской безопасности с участием россии но без турции этот процесс частично происходит и будет происходить на фоне ослабления трансатлантических связей хотя сша остаются очень важным союзником европы они отходят от нее и больше не учитывают ее в стратегическом плане франция как и раньше желает сам утвердиться в восточном средиземноморье и на ближнем востоке прежде всего на линии сирии ливан но эти позиции уже заняты турцией который стремятся указать на свое место также следует признать что эрдоган защищая свои новые интересы и зоны влияния идет на серьезные риски противостояния чуть ли не всей европе но пока сложно определить на какие конкретные действия решится macron когда состоится определенный перелом и переход к новой стадии борьбы то что такое произойдет сомнений нет кстати россия тоже там в центре средиземноморья в ливии на этом все спасибо за просмотр ставьте лайк подпишитесь на канал чтоб всегда быть в курсе свежих и интересных новостей до встречи